Всем привет! Меня зовут Лиса. Как у вас сегодня дела? Знаете, сегодня я бы хотела рассказать вам о том, что делать, когда нечего надеть. Согласитесь, наверняка у вас неоднократно была такая ситуация, когда вот ты просыпаешься, вот ты идешь к своему гардеробу, вот ты стоишь у своего гардероба, и ты не понимаешь, что, блин, тебе сегодня надо надеть. Если есть знакомая такая ситуация, тогда ставь лайк и смотри это видео дальше. Если ты впервые на моем канале и еще не подписан, то обязательно подпишись, тык, и включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы приступаем. Пожалуй, моя самая основная проблема заключается в том, что я просто не знаю, что мне носить. Я выхожу к моему гардеробу и думаю, блин, здесь вроде много вещей, но я совершенно не понимаю, что мне делать со всеми этими вещами. И тогда-то я думаю, ну возьму свой самый любимый излубленный лук-лучок, возьму самые базовые свои джинсы, которые я уже наносила до такой степени, что у них где-то протертости, возьму вот эту вот какую-нибудь футболку, которую я и так постоянно ношу, кеды, которые у меня уже стоптаны, и пойду. Потом я хожу и думаю, блин, ну почему я все время хожу в одном и том же, и что вообще с этим безобразием можно делать? И вот, значит, к чему я пришла, к каким выводам, какие советы я могу вам дать. Значит, я хочу вам рассказать одну небольшую историю о том, как раньше я собирала свой гардероб, когда мне реально было настолько нечего надеть, что я ходила в универ в вечерних платьях. Ну не то, чтобы в платьях в пол, конечно, нет, но каких-то, знаете, провокационных мини, потому что только такие платья одно время я покупала. Я не могла заставить себя покупать какую-то нормальную одежду. Если я покупала одежду, то я покупала что-то такое, в чем я потом не ходила. Точнее, ходила, но вообще не туда, куда должна была ходить. То есть, например, какое-нибудь мини-черное платьишко, оболегающее такое все мои формы, их отсутствие. И какая-нибудь еще туфля на вот такой вот каблучине, почему бы и нет, и хороший такой лук для университета. И к чему я все это вам сейчас рассказала? Иногда так бывает, что мы подбираем себе гардероб, который просто не соответствует нашему образу жизни. То есть, если ты студент, если ты школьник, то явно тебе не нужно покупать 100-500 тысяч вечерних или около вечерних клубных платьев, просто потому что ты все равно не сможешь их носить. И ты будешь такая подходить к твоему гардеробу, смотреть на свои вещи, объективно понимать, что у тебя вещей-то дофига, но ты не можешь ничего носить, потому что это все не соответствует твоим реалиям. Такие дела. Помните, я рассказывала вам небольшую историю о том, как я убила мои волосы в видео про мои бьюти-фейлы? Так вот, многие из вас действительно отметили то, что мои волосы сейчас выглядят здоровыми. И вы знаете, на полном серьезе мне кажется, что именно волосы делают образ законченным. Когда я смотрю на свои старые фотки с убитыми волосами, я понимаю, что как бы круто ни сидела одежда, из-за волос все портится. Я уверена, что для каждой девушки очень важно, чтобы ее волосы и ее кожа были в максимально идеальном состоянии. Я хочу познакомить вас с лимитированной новинкой от Estelle, которая называется Spring You Look. Смотрите, у меня есть несколько средств от Estelle из серии Spring You Look. Это шампунь для волос. Это бальзам для волос. А это двухфазный спрей для волос. Посмотрите на эту коробочку. Она выглядит просто потрясающе по-весеннему. Помимо моих средств, в линейке Spring You Look представлены также средства для ухода за волосами, также средства по уходу за телом. Их особенность – это большое количество витаминов и питательных веществ, чтобы встретить весну красивой и очаровательной. Spring You Look – это эксклюзивная лимитка. Она сделает твою весну незабываемой. Это очень красивый весенний подарок. Это внимание к себе и к своим близким. В составе средств вы найдете огромное количество полезных веществ, таких как масло инка-инчи, жожоба, экстракт женьшени и бамбука. Купить такой себе в подарок или кому-то еще – это просто одно сплошное удовольствие. Иногда так бывает, что мы покупаем одни и те же вещи. Ну, признайтесь, вот у вас есть какой-то фаворит, например, вам нравится розовый цвет, и вы скупаете все розовые кофточки на своем пути. Но если не все, то когда вы идете в магазин, и вы такие думаете, ага, ща, я похожу, куплю себе какую-то новую одежду, и пока вы думаете, чтобы новую вам купить, вы потихонечку накладываете себе на ручку вот эти вот вешалочки с розовыми одеяниями. Потом вы идете в примерочную, меряете их и думаете, ну, розовый не идет, розовый не нравится, почему бы не купить? А потом складывается такая ситуация, что у вас в гардеробе одни розовые кофточки, и вроде как опять вещей много, а носить-то нечего, потому что это просто розовые кофточки. Хорошо иметь миллион розовых кофточек, но не в ситуации, когда всех остальных цветов у вас в гардеробе просто не имеется. Поэтому старайтесь каждый раз, когда вы идете в магазин, программировать себя на то, что вы покупаете одежду не для себя. Вот честно, мне очень сильно помогает этот совет. Когда я иду в магазин, просто я одно время очень страдала тем, что я покупала реально одинаковую одежду, я думала, я сейчас покупаю одежду не для себя, я покупаю одежду для моей подруги. То есть как бы я одела мою подругу, как бы мне хотелось одеть мою подругу, просто воображаемую какую-то подругу. И я такая думаю, так, я бы хотела, чтобы она у меня была вот в этих джинсах, вот в этих вот кедах и вот в этом топе. И на выходе действительно получалось, что я собирала какие-то новые комплекты одежды и носила их, и таким образом разнообразила свой гардероб. Мне кажется, это очень-очень действенный совет, так что если вы страдаете тем же, чем страдала и я, то есть постоянно скашиваете одинаковую одежду, воспользуйтесь этим советом. Иногда, знаете, бывает, что вот вам нравится какая-то одна вещь, и вы хотите носить ее постоянно. У меня очень много таких вещей. Есть вещи, которые я покупаю, и я буду носить их до самого последнего, пока эта вещь уже откровенно не придет в какое-то негодное состояние. И вы знаете, как бы с одной стороны, я ношу эту вещь, и мне в ней просто по кайфу находиться, но я понимаю, что я хожу, блин, постоянно в одном и том же, в одном и том же, в одном и том же. И мне как-то хочется разнообразить свой вид, но я понимаю, что я ничего не могу с этим подделаться. Тогда что у нас приходит на помощь? Приходят, конечно же, аксессуары. Например, возьмем любые совершенно джинсы. Казалось бы, что можно сделать? А можно взять ремень, совершенно любой, и это уже сильно разнообразит ваш образ. Также, конечно же, любой образ спасают очки. Вы можете выглядеть просто супер круто или супер некруто, в зависимости от того, есть у вас очки сегодня или нет. Вообще, в конце концов, очки это такая полезная в быту вещь, что вы можете просто взять их, норить, и не зашакалить таким образом ни одну фоточку себе, например, в Инстаграм. Потому что, я думаю, вы знакомы с такой проблемой, что ты делаешь фотки, и вроде как все хорошо, но из-за того, что на улице плохой свет или вас криво сфоткали, фотки никуда не выложишь. Но очки, очки придут на помощь. Ссылочка в Инстаграм в описании. Кстати, знаете, иногда со мной бывают такие моменты, что вот я сначала оденусь, а потом смотрю на себя в зеркало и понимаю, что мне вообще не нравится, как я выгляжу, вот просто все очень плохо. И знаете, что спасает меня в таких ситуациях? Меня спасает макияж. Вот серьезно. Если я пойду, сделаю какой-то макияж, или переделаю этот макияж, который я сделала, мне может понравиться мой сегодняшний образ. И вы знаете, на самом деле, даже какой-то базовый лучок, типа белая футболочка, черные джинсики и какие-нибудь кеды, можно спасти макияжем. Не в том плане, что их спасти. Они и так сами все прекрасны, но разнообразить. Банально какая-нибудь ярко-розовая или красная помада, и вот у вас уже какой-то такой интересный лук с акцентом. А если взять еще какие-нибудь красные ногти себе намутить, так вообще прекрасно будет. Так что от меня совет. Если вдруг вы одеваетесь, и вам вообще не нравится, как вы сегодня выглядите, обратите внимание на свой макияж. Или его отсутствие, и на свою прическу. Потому что иногда бывает так, что мы вроде как видим одежду, которая у нас неплохо сидит, но нам не нравится, как мы сегодня выглядим, потому что у нас лицо и волосы не в порядке, и из-за этого кажется, что вообще носить нечего. Все отстойно, все очень плохо и тленно. Поэтому иногда просто делайте сначала макияж, сначала прическу, и только потом одевайтесь. И следующий совет о том, что же носить, когда нечего надеть, это смотреть всевозможные инспирэйшн, смотреть всевозможные видео, где вам показывают разные ваши стили. По-моему, это очень здоровская идея. И если просто смотреть, вдохновляться другими людьми, чужим стилем, это всегда работает только нам на пользу. Я не считаю хорошей идеей просто полностью копировать стиль какого-то другого человека, потому что, ну, я не могу, знаете, вот у меня есть какой-то психологический барьер. Это, кстати, вообще в любой сфере моей жизни сделано. Если вдруг я вижу, что мне что-то нравится, я, блин, не могу повторить один в один. Я не знаю, с чем это связано. Даже если банально, по инструкции, написано делать вот в такой вот последовательности, я все равно что-то сделаю по-своему. Ну, вот такой я человек. А вы такая или вы не такая, расскажите о себе. Просто для меня это реально иногда какая-то проблема, потому что я поняла, что мне вот это нравится, я хочу это повторить. Но я не могу это повторить. Это касается даже макияжа. Вот я вроде как вижу, что мне надо вот именно так сделать. А я не могу. Сделаю, как делаю, получается фигня. Следующий совет. Что же носить, когда нечего надеть? Выберите из своего гардероба какую-то одежду, которую вы хотите носить, но вы ее не носите, потому что вам просто банально не с чем ее носить или вы не понимаете, с чем ее носить. И посмотрите на эту одежду. Что это за одежда? И вот уже, исходя из этого какого-то предмета одежды, смотрите всевозможные луки. Например, вы можете так и вбить. Условно, там у вас есть белая футболка, а вы вообще не понимаете, с чем носить белую футболку. Так и вбейте белую футболку, с чем ее носить на русском или на английском языке, и вы увидите целую кучу всевозможных вариантов, как можно разнообразить именно эту вещь. И сохраните себе несколько самых классных луков с этой белой футболкой, а потом просто, когда вы будете в очередной раз покупать что-то в магазине, обратите внимание на те вещи, которые бы подошли к этой белой футболке, и просто подберите к ним комплект. И главное, смотрите, чтобы эти вещи подходили вообще, в принципе, еще к чему-либо, а не только к этой, исключительно вот этой белой футболочке. Потому что в противном случае получается, что вы имеете только две вещи, которые сочетаются друг с другом, а это, по сути, та же фигня. Знаете, есть еще одна такая проблема, с которой сталкиваются люди, которым нечего надеть. Эта проблема звучит так. У них есть одежда, которую они понимают, что они могут с чем-то комбинировать у своего гардероба, они понимают, что вот это вот с этим сочетается отлично, и нужно бы вот это как-нибудь надеть. Но они это надеть не могут, потому что в последний момент как-то у них что-то вот перемыкает, и они все равно берут ту одежду, которую они уже и так постоянно носят, и никак не могут, ну, как бы вот выйти из этого порочного какого-то круга. Что делать в такой ситуации? Обычно это связано с тем, что та одежда, другая, не самая ваша ходовая, ну, она в каком-то таком сомнительном состоянии. Или она висит где-то там, откуда вы ее достать не можете, вот, знаете, с легкостью, например, где-нибудь на задворках вашего гардероба. Или, возможно, вы достаете эту кофту и понимаете, что она не идеально выглажена, или на ней какие-то катышки, которые нужно бы обрезать, или волосы. В общем, она не в надлежащем виде, и поэтому вы в последний момент, естественно, ее не наденете, ведь она не в том состоянии. Здесь я могу посоветовать вам только одно. Как-нибудь с вечера соберите себе лук на завтра. Прямо все приведите в порядок, в форму, повесьте себя осторожно и аккуратно куда-нибудь, чтобы утром вы проснулись и сразу надели этот комплект, который вы хотели надеть, но почему-то не надели. Обязательно поделитесь этим видео со своими подругами. Я уверена, что эти советы пригодятся вам и пригодятся им. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь ко мне в инстаграм. И всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока. До новых встреч!